Всем здорова, сражи! Давненький произносил чего-то подобного. Вот и новый ролик после долгого затишья. Если вы не понимаете о чем я, то это означает, что вы здесь новенькие. Поэтому я попрошу вас подписаться на канал и нажать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики, будь то обзоры или же сериалы по Майнкрафту. Да, тут есть и такое. Ну а если тебе все-таки интересно, про какое затишье я говорю, то перейди по подсказке в правом верхнем углу, либо же по ссылке в описании. Итак, данный ролик я решил записать из-за того, как я хуйчево сделал прошлый обзор на Skyforge для свеча. Связано это было с тем, что ролик был сделан на полном похере и я не благодоков к такому... к такой отдаче, что он стрельнет по просмотру. Поняв это, я решил поставить в начале заголовка ролика надпись, то что он уже не актуален, дабы я не забыл, что надо будет сделать в матери обзор и люди понимали то, что ролик соответственно не актуален. Кто-то скажет, посмотрите на этого лузера сделал херовый ролик и теперь пытается оправдаться. Эх, да. Помощи в комментариях и влепить дизлайк может каждый. А вот записать свой личный обзор, раз у меня так херово получилось, что-то ни у кого больше из русского комьюнити видимо ума не хватило. Хотя нет, одному все-таки хватило. Тоже из русского комьюнити, который записал буквально, ну, 5-6 месяцев назад. Молодец пацан, красавчик, реально красавчик. Единственный перед кем мне реально стыдно, это разработчики Sky и лдами этой игры. Ведь мои ролики на первой странице поисковике Skyforge на Nintendo Switch были. Потом появился англичанин, который тоже записал ролик, на эту тему. И того парнишки, естественно. Мне действительно стыдно, именно поэтому я делаю этот реобзор. Ладно, хэрэ болтать, время начинать. Поехали! И все-таки, что такое Skyforge? Skyforge это игра в жанре экшен и MMORPG в стилистике техно-фэнтези, разработанной студией Allot Steam в сотрудничестве с Obsidian Entertainment. На территории России оперерами занимается Mail.ru Games. Была выпущена эта игра в 2015 году, что означает ей уже около 7-8 лет. Довольно-таки большой срок. Skyforge я искренне считаю одной из лучших ММО на рынке. Она является хорошим ММО мирового уровня со своими самобытными механиками. Лично я считаю, что наигра в нее довольно-таки мало, однако я компенсирую это все тем, что я играл в нее практически на всех платформах. Поэтому не есть чем сравнивать. На Nintendo Switch, если честно, Skyforge не ожидал увидеть никак, учитывая, как она идет на PlayStation 4. Там тоже далеко не все в порядке. Но давайте разберемся, что из себя представляет порт на наш любимый Switch. Да, любимый, учитывая, как его все ненавидят, но при этом его практически все покупают. Где логика иногда? Хрен его знает. Ладно, у нас тут ролик про Skyforge, а я тут про консоли. Единственное, что хочется сказать, если тут есть такие же люди, как под прошлыми двумя роликами про Switch, там, где обзоры, где Switch постоянно хейтили, то все нахера. Не портите другим людям впечатление об игре, а по консоли. Вот реально. Консоль неплохая, игра неплохая. Все, тема закрыта. Консоль имеет как плюсы, так и минусы, как и любая другая консоль. Останавливаться на них я, естественно, не буду. В конце концов, сегодня обзор по игре, а не о консолях. Поэтому перейдем к, наверное, наболевшему. Графики. Ну, авторы как могли и порезали все, что только можно. Графику, спецэффекты, разрешения и так далее. Я бы не сказал, что выглядит ну прям совсем ужасно, но и притягать там в этом мало. Графика стала похожа на месивость порезанных пикселей, которые вдобавок ко всему еще и засунули в блендер. Вся графика была принесена в жертву FPS. С ним ситуация неоднозначная. В одиночных локациях я просадок особо сильных не заметил, а вот в открытом мире уже веселее. У меня игра даже умудрилась один раз захлопнуться с ошибкой во время боя. Но это только в открытом мире, подчеркну еще раз. На PvP я ничего не заметил, но графику, мне кажется, могли сделать и получше, по крайней мере на портативе, если сравнивать с другими портами. Как пример тот же самый Doom. На портативе выглядит шикарно, но как только подключаешь его к телевизору, да, опять видны эти пиксели, эти точки и так далее. Но это не самое страшное в данном порте. Звук. Вот тут проблемы даже не большие, а огромные. Конечно, текстом этого не показать, но я постараюсь объяснить. Довольно часто, особенно в открытом мире, звук начинает нещадно тормозить. Это может случиться во время боя или диалога с НПС. И самое главное, это невероятно громко, особенно если ты играешь в наушниках, просто по ушам хреначить нереально. Если честно, лучше бы они звук убирали во время этого вообще, чем вот так вот. Эта херня преследует все версии Skyforge, но именно на Switch это прям сильно заметно. В остальном же у нас полноценная озвучка и музыка, неотличимая от оригинала на компьютере. Сюжет. Не вижу смысла тут останавливаться, игре уже не год и не два, кто давно играет и так знают, а новые игроки пусть сами разбираются. Однако скажу, что сюжет не для всех и в некоторых моментах можно даже заснуть, в прямом и в переносном смысле. Либо же просто не понять сюжет, хотя его там сложно не понять. Игровой процесс. В плане ощущений от игры я остался полностью доволен. Управление как на PS4, никаких проблем с освоением нет. Конечно, по менюшкам иногда плаваешь по незнанию, но потом привыкаешь. Боевка реализована отлично, тут нареканий тоже нет. Все плавно, отзывчиво и динамично. В целом мы получили полноценную игру, как на PS4. Единственное, что поколения будут идти заново, и поэтому сейчас на Switch 6-7 поколение, в то время как на PC 13-14, если не ошибаюсь, поколение. Опять же, подробно описывать все нюансы gameplay Skyforge я не вижу смысла. Игра вышла давно и всяческих гайдов по ней тонны. По поводу поколений. Я учел ошибку. Спасибо тем, кто прокомментировал это в прошлом неактуальном обзоре. Этот, я надеюсь, будет уже актуален. Я постарался над этим, как-никак. И я учел ошибку. Ура! Хочу также заметить, что если ты собираешь группу на рейд, то половина участников данного отряда может просто вылететь. Благо, когда ты перезахожешь в игру, то остаешься в своем отряде. Проблема вылета, она преследует всех. Именно на Switch и, по-моему, даже на PS4 такое я тоже встречал. Ты можешь просто играть, 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 собирать команду. В какой-то момент, при запуске миссии, при нажати кнопку на переход в меню, ты можешь просто вылететь. Ни с того, ни с сего. Но это более-менее исправилось после запуска Skyforge. Там вышло пару обновлений, которые вроде как это пофиксили и вылетов стало поменьше. Однако, хочу все-таки поругать компанию Майл за то, что они сами чуть не убили игру. Тем, что удалили Атлас, который было интересно прокачивать. И был смысл фармить все и вся. Теперь же, после прохождения сюжета, который зачастую в том, чтобы отправиться из пункта А в пункт Б, попутно уничтожая пару рядовых противников, а в конце сразиться с боссом. Ты начинаешь просто сидеть на фвп, фармя легендарный эквип для поднятия ранга. Но это уже просто мои жалобы, чтобы вы понимали, почему некоторые считают игру мертвой, хотя это не так. Моя же главная задача здесь рассказать, стоит ли играть в эту игру на свече или нет, а не почему она мертва или живет. Подведем итоги. Ощущения у меня двоякие. С одной стороны, мы получили полноценную рабочую ММО с огромным миром, интересным сюжетом и отличной боевкой. А с другой стороны, игра занимает добрых 22 гигабайта, а не у всех может быть такого размера карта памяти. Плюс многих может оттолкнуть и графика. Ну и главная проблема, я считаю, это звук. Это просто невыносимо. Хотя, может я такой просто капризный. Если подумать, то сейчас есть, наверное, три ММО, которые прям такие хорошие, в которые можно засесть и поиграть. Но каждый, наверное, все-таки на любителя, чтобы прям сидеть в ней и часами фармить. Это Skyforge, Warframe и Dauntless. Но, знаете, наверное, все-таки лично мое мнение, у каждого оно будет свое. Я, наверное, все-таки на первое место поставлю Skyforge, потому что в Warframe ты становишься в кибернизе и в космосе. Да, ты неубиваемый, ты машина убийства, но в Skyforge ты можешь стать богом. Типа, уже от этой мысли как-то более приятнее играть и хочется развиваться чуть подольше. Warframe, не спорю, тоже отличная игра на Switch. В принципе, они могут поделить первое место. Я просто делаю свой личный топ небольшой. Dauntless, собственно говоря, идет в последнем месте, потому что там в данный момент почти никто не играет, группу ты никак не соберешь. Можно сказать, что игра мертва, но и периодически все-таки можно собрать группу на какой-нибудь рейд. Так что игра все-таки жива и играть в нее все еще можно. Вот. В итоге, Skyforge на данный момент, ну, полноценная в моносвиче, причем довольно-таки хорошая. Да, есть еще вроде как DC Universe Online, но она только в Америке доступна. В общем, видно, что ребята сильно старались перенести Skyforge на Switch, все соки из него выжили и в целом почти получилось. Хоть игра и не такая, как на PS4, что ожидаемо, играть в нее все еще можно и это также приятно. На игру все также уходит обновление. И с дальнейшими такими обновлениями я надеюсь, что полностью уберут эти сраные вылеты. Хочется так же ставить пять копеек по поводу нового класса наемника… Эээ... Ээм... Класс говно. Нда... Спасибо за внимание. На связи был Палач Роко. До скорых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА